Год мыши для некоторых апатичан начался с мышиного нашествия. Один из домов, которые атаковали Полевки, Сидоренко-14. В декабре жильцы ловили в квартирах по несколько грызунов. Управляющая компания Офиш провела дезинфекцию, но хвостатые гости появляются снова. Как решить проблему? Сейчас об этом думают и коммунальщики, и жильцы. Живут они у нас, приходят они к нам по суда, обедают они у нас и завтракают в мусорном ведре, но единственное, что мы сейчас, конечно, поместили на него крышку, чтобы они туда не лезли. Мышеловка на кухне. Рядом следы от недавнего посещения грызунов. Жительница дома Людмила Егорова смотрит, не заглянула ли к ней очередная Полевка. В декабре женщина ловила по две-три мыши за день. Мы стали разговаривать с СЭС. СЭС нам ответила, что они не заключали договор с нашей управляющей компанией, соответственно, их, наш дом, никаким образом не касается, никаких обработок проводить она не будет. Единственное, что они нам тоже сказали, что всевозможные вот эти вот гипсокартоновые конструкции, потолки натяжные, вся встроенная мебель, это все потенциальное место для жизни мышей. Поток мышей двинулся из мусоропровода. В квартиры грузуны попадают через дырки в панельных швах. Управляющая компания Офиш 9 января провела дезинфекцию. Стало лучше, но совсем мыши не исчезли. Нужна помощь муниципального контроля. Жильцам предложили обратиться к инспекторам на личном приеме или через систему ГИС ЖКХ. Инспектор, он проходит и по подвалу, и заглядит в мусорные камеры, где как раз вот эти вот закладываются определенные ловушки, там наличие и, естественно, мы спрашиваем, и наличие договора и так далее. В решении проблемы помогли бы ловушки. Их нужно ставить по всему дому, а не только в отдельных подъездах. По мнению жильцов, не помешало бы также расширить продухи в подвалах, чтобы в них могли поселиться кошки. Мы будем следить за ситуацией в этом доме.